В Североказахстанской области религиозную деятельность ведет объединение евангельских христиан-баптистов. Сегодня мы расскажем об истории их появления в нашем регионе. Баптизм часто называется в народе немецкой верой. И это понятно, потому что среди баптистов действительно очень много немцев. Но баптизм в России появился не на пустом месте. Если рассматривать историю, то первыми вестниками зарождения протестантских настроений в российском обществе это были христиане, как их называли, сектанты. У них были разные названия. Это были хлысты, духоборы, молокани, другие. В общем, их называли духовные христиане. Это движение появилось среди христиан, христианства российского, в XVIII веке. И баптизм в России неразрывно связан в основном с течением молока. Это такое движение, которое отрицало церковную иерархию, монашество, почитание икон, мощей, культ святых. Они поклонялись Богу в духе и истине, исповедовали этику добрых дел и стремились построить царство Божие на земле. И создавали коммуны с общей собственностью. Вообще, баптизм в России, он независимо развивался с трех точек, с трех центров. Один центр – это юг Украины. Там зародилось такое движение, которое в народе называли штундисты. Это немецкого слова «штунде» – «час». Это люди, которые собирались на час, ну или чуть больше, для изучения Слова Божия, для совместных молитв и пения. Это движение, оно возникло в первую очередь после того, как был издан Новый Завет, Библия, синодальная, на русском языке, на понятном всему тому обществу. И это движение, оно возникает в среде православных. Эти люди, они посещали православные церкви, и после общепринятой богослужения они собирались вместе для молитв, чтения Слова Божия, для рассуждения. Некое влияние на них, конечно, оказывали немецкие колонисты, которые жили с ними бок о бок. Немецкие колонисты, их в XVIII веке Екатерина II пригласила для заселения земель, которые имели малое население. Это один центр. Второй центр – это Кавказ. Там как раз было очень сильное движение молокан. И это люди, опять-таки, из православной среды, которые, изучая Слово Божие, они видели какие-то другие принципы и старались по ним жить. В этом молокане. И тоже в свое время у них произошел контакт с баптистами. И так как они находились в исканиях, они как бы пытались сформулировать что-то, прийти к каким-то моментам. И когда они встретились с баптизмом, баптизм, скажем так, в Германии раньше зародился, и вот эти вот протестантские движения, примерно на век раньше, соответственно, многие вопросы были уже сформулированы, как-то отточены. Поэтому я думаю, что молокане очень хороший отклик увидели в учении баптизма своим мыслям, своим идеям и воззрением. Поэтому очень быстро они приняли учение баптизма. И очень многие молокане, они перешли как раз в баптизм. И третий центр – это был в Петербурге. То есть если первые два центра – это среди простого населения, среди крестьян в основном, то в Петербурге евангелизация ночеваясь среди аристократии. Были в основном английские проповедники. Очень известная личность – это был лорд Редсток. Он в 1874 году приехал в Петербург и начал проповедить среди столичной аристократии. Верующие аристократы, они стали очень активно заниматься благотворительностью, просвещением. Были созданы комитет посетительниц тюрем, общество поощрения духовно-нравственного чтения, швейные, мастерские и прачечные для бедных женщин, столовая для студентов и бедных рабочих. Первый в городе – ночлежный приют и религиозно-нравственный журнал «Русские рабочие». То есть из этих трех независимых центров они почти одновременно зародились и начали развиваться. Про минонитов мы уже немножко упоминали. Их пригласила, как я уже говорил, Екатерина II. И в Казахстане, непосредственно в Казахстане, минониты стали появляться в результате двух факторов. Первый фактор – те земли, на которые их изначально пригласили, они уже исчерпали свой ресурс, стали в этих общинах появляться, в общинах минонитов стали появляться безземельные крестьяне, которым требовались какие-то наделы для вот этой хозяйственной деятельности. И так как вот шло активное освоение Степного края, как тогда называли Казахстан, где было достаточно много свободной земли, и власти предоставляли возможность покупки земли в этих краях, и, соответственно, чтобы они могли вести свою деятельность хозяйственную. Это с одной стороны, то есть сами минониты переселялись. С другой стороны, администрация поощряла переезд минонитов, так как они знали, что это очень такие крепкие, серьезные хозяйственники, и что с их помощью они хотели поднять окраины регионы, и развить эти регионы. Вообще, евангельское христианское движение, что в царской России, что в советское время, часто подвергалось гонениям, испытывало трудности. Если в царской России нередко были гонения со стороны властей, где-то со стороны православной церкви, то в Советском Союзе мы знаем, что главенствовала идеология атеизма, что, соответственно, тоже давала свои результаты. Он использовался для ссылки каких-то политических, уголовных элементов. И в 1889 году было активизировано переселение крестьян из центра России на окраины. Как раз вот нехватка земель. И среди этих переселенцев были верующие, они были из разных деноминаций. И политика властей была такая, что не смешивать иноверцев с православными. Поэтому возникали как раз поселения, где компактно проживали, в частности, там, минониты, баптисты и другие деноминации. И в результате появилась целая сеть вот таких общин по всей территории Казахстана. И если так посмотреть, многие села, даже вокруг Петропавловска, если посмотреть их историю, то в их истории часто проявляются немецкие общины или какие-то другие общины, которые вот основывали эти села и вели там какую-то деятельность. Первое собрание баптистов в Омске, ну, рядом город, состоялось в январе 1897 года, где собравшиеся молились о благословении Господнем для Сибири и о создании его общины в этом крае. Они молились, «Господи, устрой здесь Твою церковь». Непосредственно в Петропавловске создание общины связано с именем видного благовестника Мазаева Гавриева Ивановича. В 1905 году Мазаев переселился в Сибирь. Он вообще родом происходит из семьи Малакан, как раз, и в своих воспоминаниях он так объясняет причину переезда. «В эту даль меня загнала лихорадка. По совету доктора я искал перемены климата, так как никакие средства не помогали мне. Болезнь усиливалась, поэтому и уехал в холод. Петропавловский Мазаев имел мельницу, а его сын вел банковское дело». Ну, если сказать по-современному, это был такой бизнесмен. Он был очень активный, как вот в бизнес-плане, так и в социальной жизни. Интересно, что он очень активно помогал нуждающимся. Он, такой факт, он один из первых приобрел автомобиль в Петропавловске и сам водил этот автомобиль. То есть он такой, ну, был достаточно прогрессивный человек, с прогрессивными взглядами. Но при этом он очень заботился о церкви. Он построил дом молитвы. В 1907 году в Петропавловске проведено первое евангелизационное собрание. В заключение многие из посетителей собрания благодарили и высказывали желание, чтобы такие собрания были в Петропавловске постоянными. С 1908 года был организован хор, состоящий из семи певцов всего. И община в то время насчитывала около 70 человек. С 1929 года баптисты стали испытывать беспрецедентное давление. Были ограничены их права, деятельность. Также были, ну, произведены массовые репрессии. Была введена обязательная регистрация. Не разрешалось отныне проповедовать за пределами общины. Проходили массовые аресты, ссылки, расстрелы. В первую очередь служителей, ну, и активных членов церкви. В период войны, это тоже был тяжелый момент, как и для всей страны, так и для христиан в частности. В это время собрание приходилось проводить большей частью в подполье, в очень маленьких группах. Но люди в это тяжелое время, они тянулись к Богу. Особенно люди возвращались с фронта, да, с поломанной судьбой, с потерянным здоровьем, да, и они искали Бога. На сегодняшний день в Петропавловске ведут деятельность три зарегистрированных церкви, надлежащих евангельским христианам-баптистам. На территории нашей области на сегодняшний день сложилась устойчивая модель взаимодействия и атмосфер-религии, которые обеспечивают стабильность и атмосферу согласия в обществе. Поскольку вот религиозное, культурное многообразие, оно формировалось на протяжении длительного исторического периода. И результатом этого достигли такого уровня отсутствия каких-либо конфликтов межконфессиональных и межэтнических. И поскольку это важно для нашего поликонфессионального и полиэтнического государства в целом, на сегодняшний день на территории Североказахстанской области зарегистрировано 127 религиозных объединений, которые представляют 11 конфессий. Что касается религиозного объединения и конфессий евангельских христиан-баптистов, то у нас в городе Петропавловске их три религиозных объединения, и в районах, это в городе Булаеве церковь Сион, в районе Габита Мусурепова церковь Вифлеем, и в городе Тайнше церковь Благодать. В целом, также у нас на территории области на сегодняшний день функционирует клуб лидеров религиозных объединений, который действует с 2015 года. И в рамках данного клуба у нас проводится несколько мероприятий разноформатных, такие как заседания, круглые столы, какие-либо мероприятия, культурно-развлекательные мероприятия, и целью данного клуба является сохранение вот этого межконфессионального, межнационального согласия, это профилактика религиозного экстремизма и терроризма, пропаганда здорового образа жизни, это духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и так далее. В целом, религиозная ситуация у нас в области стабильна, и вот эти вышеупомянутые религиозные объединения, они действуют в рамках действующего законодательства. В 1990-х годах в ИСКО растет число верующих, появляется необходимость постройки домов молитв для христиан-баптистов. В 1993-1995 годах в основном проводились массовые евангелизации, может быть, вспомните, с участием Виктора Гамма, Билли Грэма, по территории, в общем-то, почти всего СНГ проходили эти мероприятия. И параллельно с этим были открыты границы, и происходит массовая эмиграция. То есть из церквей очень много выехало как раз немцев в Германию, в Америку какая-то часть. И состав церкви, скажем так, обновляется. В результате вот этих евангелизаций приходит очень много новых людей, и церкви растут, и церковь, она территориально растет. То есть если до этого в рабочем, где была церковь последняя, там сформировались так называемые улицы баптистов. То есть там натурально, очень компактно проживали баптисты рядом с домом молитвы, но в результате вот этих евангелизаций география проживания верующих, вот она разрослась почти до всего города. И возникла необходимость в создании новых домов молитвы. Были кружки по изучению Библии. Они проходили в арендных помещениях. Одно из помещений – это общество слепых, вот тут буквально рядом по Джамбула, по Карима, Сутюшева, по улице Ленина были эти кружки. И вот в результате деятельности этих кружков было много людей, которые проживали где-то в этих краях. И почти параллельно происходят эти события. 4 марта 1992 года в голове городской администрации подается ходатайство от церкви о передаче здания бывшей мельницы, как раз Мазаева, о котором мы упоминали. Это сейчас адрес Егемен Казахстана, 16, на кольце. В течение шести месяцев шли переговоры. Вообще это здание хотели снести, но там не получилось у определенных фактов. Это здание передали церкви. И также Ходько Василий Николаевич, он с другими братьями, они просили у завода ПЗТМ вот это здание. Это здание бывшего детского садика «Незабудка». На тот момент оно было заброшено, полностью разграблено, разморожено, то есть в очень плачевном состоянии. Братья просили это здание. И руководство завода и власти города пошли навстречу. И вот этот корпус, он был предоставлен. Когда одно из помещений худо-бедно привели в порядок, стали проводить здесь также занятия по изучению Библии. И впоследствии это здание было зарегистрировано как церковь, как дом молитвы. И вот с 95-го года, да, 19 мая 95-го года, регистрируется вот эта группа по изучению Библии как церковь евангельских христиан. Стали проводиться собрания, разборы. И в 97-м году вот эта община, она состоит уже из 117 членов церкви, 40 приближенных. Есть два хора, струнный оркестр, проводятся занятия воскресной школы, молодежные общения и так далее. Да, вот с 95-го года эта церковь функционирует. Слава Богу, до сих пор мы проводим собрания, общения. Также есть разборы Библии. Также у нас хор поет, оркестр. Правда, его уже сложно назвать струнным. Там разные инструменты сейчас играют. Ну и вот на данный момент мы живем, трудимся, служим во славу Божию. Редактор субтитров А.Семкин